Добрый день, дорогие коллеги! Мы открываем нашу сессию, посвященную актуальным задачам привлечения инвестиций в сферу коммунальной инфраструктуры. Ровно год назад мы завершали аналогичную дискуссию тезисом о недооцененном финансовом потенциале отрасли и призывали финансовые институты активно включиться в разработку новых финансовых инструментов, адаптированных к реалиям сферы ЖКХ. И сегодня мы видим серьезное усиление блока финансирующих организаций среди наших гостей и ждем интересных дискуссий в отношении оптимальных источников финансирования коммунальных концессий. Но не только об этом мы будем говорить сегодня, и я с удовольствием представляю наших гостей. Арефьева Ирина Станиславовна, заместитель директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель центра ГЧП ПАУС-Сбербанк. Гореловский Лев Миронович, президент группы Полипластик, будет подключен у нас онлайн. Лазарев Станислав Андреевич, исполнительный директор бизнес-блока ВПРФ. Мостовой Алексей Валерьевич, заместитель финансового директора группы компаний Росводоканал. Охлопков Алексей Анатольевич, первый заместитель губернатора Хантамансийского автономного округа Югры. Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора фонда ЖКХ. Слуцкая Марина Витальевна, директор подразделения инфраструктурной облигации ДОМ-РФ. Терян Григорий Саркисович, заместитель генерального директора, директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО Российские коммунальные системы. Федяков Александр Сергеевич, заместитель начальника управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС-РФ. И в первом ряду у нас Губанов Максим Михайлович, руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока. Парафентьев Алексей Алексеевич, директор ПКП компании Синергия. Я всех перечислила? Так, тогда начнем. В начале дискуссии важно сформировать понимание текущего состояния отрасли и определить стратегические векторы развития законодательной среды. Первый вопрос к Ирине Станиславовне. В чем текущая проблематика развития коммунальной инфраструктуры и какие законодательные инициативы реализуются Минстроем? Добрый день. Для понимания, чтобы вам видна была наглядная картинка, сфера ЖКХ является, конечно же, одной из основных сфер экономики Российской Федерации, одним из важнейших элементов и векторов развития. Если посмотреть на данные по 2020 году, то годовой оборот отрасли ЖКХ у нас составляет 6,4 триллиона рублей, это 6% ВВП Российской Федерации. Достаточно такие значительные цифры. Занятость населения в отраслях сферы ЖКХ у нас более 2 миллионов человек. А здесь как раз-таки мы потом вернемся, я буду говорить про проблемы, которые у нас существуют, что мы планируем сделать. Так вот, просто на стекущий момент в виде статистики хочу показать, что удельный вес сетей, нуждающихся в замене, у нас по данным Росстата, соответственно, тепловых сетей 30,8%, водопроводных 43,5% и канализационных сетей 45,6%. Соответственно, удельный вес замены сетей, сейчас я вам более скажу в процентах на километра, чтобы было более вам понятно, потому что здесь общая информация вам не совсем будет информативна. Так вот, удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности, это по итогам 2020 года, по данным Росстата, тепловых сетей 30,8%, это, соответственно, 167 тысяч километров сетей. На 2020 год заменено только 2% от нуждающихся. Водопроводные сети 43,5%, это 584 тысячи километров сетей от них, заменено 1,1% на 2020 год. И канализационных сетей 45,6%, а к 200 тысяч километров заменено 0,4%. О чем это говорит? Это говорит, в первую очередь, конечно же, о недофинансировании отрасли. Соответственно, в связи с этим у нас увеличивается удельный вес потерь. Но хочу сказать, что по воде, если посмотреть статистику вот этого года по отношению к 2014, то удельный вес потерь воды у нас по сравнению с 2014 годом снизился на 0,2%. И на сегодняшний момент составил 22,9%. Что касается тепла, то по теплу у нас наоборот. Мы видим увеличение. И по сравнению с 2014 годом удельный вес потерь на текущий момент составил 12,3%. И по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,9%. Это вот такие общие характеристики, которые на сегодняшний момент дают общее представление, что происходит именно по статистике. Хочу сказать еще, что, соответственно, на все недофинансирование отрасли влияет в том числе установление предельных индексов по субъектам Российской Федерации. И в том числе, что с учетом определенных решений, в том числе политических, происходит определенный недобор. То есть у нас в среднем предельный индекс 4%. И на недобор субъект устанавливают 3,2,3,1, где-то 2,3%, 4%. Соответственно, мы посмотрели, что за 2020 год недобор у нас составил порядка 30 миллиардов рублей по сферам ЖКХ. А за 2021 год порядка 20 миллиардов рублей. Это то, что мы могли бы собрать, но в силу определенных решений мы не добираем, при этом имея определенную возможность. Что хочу сказать по платежной дисциплине. Платежная дисциплина тоже одна из самых больших проблем. Понятно, что у нас в качестве, соответственно, субъектного состава являются различные категории потребителей. Так вот, общая задолженность составляет порядка 1,5 триллиона рублей или почти 25% от годового оборота. А прирост задолженности за ковидный год у нас составил почти 90 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом прирост составил 16 миллиардов. Вносит вот такие цифры, которые, собственно говоря, не внушают оптимизма. Можно перейти... На втором слайде здесь обозначена основная проблематика развития коммунальной инфраструктуры. Это, безусловно, все это знаете, но просто мы еще раз пройдемся. То есть это низкая эффективность управления активами в силу или иных формальных причин. В том числе это связано с мотивацией к снижению затрат, повышением энергоэффективности внедрения новых технологий. Есть недостатки применяемых методов тарифного регулирования. Я думаю, сейчас представители ФАСА потом тоже позадаем вопросы. И в том числе влияет на низкую эффективность управления активами. Это наличие формальных теплосетевых и транзитных организаций. Вы, наверное, все знаете, что Минстроем разработан проект постановления в развитии федерального закона 84-го, который определяет проект критерий отнесения транзитным и теплосетевым организациям. В настоящее время у нас идет обсуждение проекта на площадке аппарата правительства. Достаточно серьезная разногласия у нас есть со средним и малым бизнесом, которые не поддерживают наш проект. И не готова сказать, выйдет ли он в этом году, хотя норма закона 84-го говорит о следующем, что с 1 января 2022 года на рынке работать должны только те компании, которые будут соответствовать критериям, определенным правительством. То есть в любом случае в силу закона документ правительство должен принять, либо в противном случае нам придется переносить тогда сроки применения этого положения. То есть если все-таки, как говорится, не договоримся, и решение принято не будет. Но я еще раз говорю, есть прям серьезные проблемы с принятием этого документа. Второй, значит, проблемный вопрос – это низкий темп замены сети. Я уже обозначила цифры. Все это связано, безусловно, недофинансированным, недобором тех возможностей и инвестиционных ресурсов, которые сегодня уже есть в настоящий день, без привлечения дополнительных средств. То есть даже те текущие инструменты, которые есть, недовыбирают, либо не используют, в силу, опять же, неэффективности управления. Плюс ко всему, в части недостаточно инвестиционного ресурса, вот на этом слайде также указано, опять же, недостаточно развития механизмов привлечения инвестиций в отрасль. Но это мы сейчас чуть попозже проговорим, то есть рассматриваются различные инструментарии, которые в том числе сегодня прорабатываются. Ну и, безусловно, базовый вопрос, и такой важный, это отсутствие сформированной культуры потребления и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Про задолженность я вам уже статистику сказала. Безусловно, в первую очередь нужно приходить к тому, что ставить нужно приборы учета. Нормативы потребления услуг, которые сегодня у нас останавливаются, они, конечно, сегодня недостаточно, скажем так, то есть это такой проблемный вопрос, который в том числе формирует задолженность перед ресурсонабжающими организациями и убытки формирует ресурсонабжающих организаций. Следующий слайд. Если же возвращаться к тому, что нам необходимо развивать отрасль, что для этого нужно делать? Ну вот, в первую очередь, на что бы я хотела обратить внимание? Безусловно, значит, в настоящее время мы рассматриваем различные инструменты развития, в том числе эти инструментарии будут прописаны в стратегии, прописываются в проекте стратегии, которая будет утверждаться на следующий год правительством до 2035 года. Среди прочего, что мы хотели сказать, это то, что среди всех финансовых инструментов, которые сегодня будут, мы вот сейчас действующие инструменты пройдем, а потом будущее, то, что предполагается. Вот действующий механизм привлечения инвестиций. Здесь указано, вам они все известны, просто еще раз пройдемся по ним. Средства бюджета, бюджетная система Российской Федерации, это постановление правительства 1710, вы прекрасно узнаете, по нему работаете. Соответственно, предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ, постановление 1451 тоже активно работают, и, в общем-то, достаточно неплохо. И хочу сказать, вот у нас есть статистика, что, может быть, фонд меня поправит, если я не права, что за 2019 год и первое полугодие 2021 года финансовая поддержка предоставлена в объеме 21,6 миллиарда рублей в отношении 75 заявок от 30 субъектов Российской Федерации. Вот, опять же, механизм привлечения инвестиций, который в настоящее время есть, это, соответственно, ценовые зоны теплоснабжения, это в тепле, да? Это один из инструментов привлечения инвестиций. Поэтому он здесь тоже на этом слайде обозначен, потому что это тоже является возможностью привлечения инвестиционных ресурсов. И в настоящее время в ценовых зонах находятся 29 поселений, городских округов, которые перешли на метод альтернативной котели. В настоящее время рассматриваем еще дополнительно 5, поэтому страна потихонечку двигается в этом направлении. И еще один механизм привлечения инвестиций, это механизм концессионных соглашений как отдельный инструмент. Я его здесь тоже выделила, потому что он заслуживает, да, действительно особого внимания, тем более это тема нашей сегодня встречи. Мы дальше по нему пройдем. по реализации механизмов. Что касается статистики развития механизма концессии. Опять же, да, возвращаясь к статистике. Вот вы можете посмотреть на слайде, что у нас количество заключенных концессионных соглашений увеличивается. На сегодняшний день это 2403 концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения. И объем инвестиций, в том числе для концессионеров, у нас, опять же, в данном случае увеличивается. Но я не буду транслировать, тут написано, вы увидите. Вот единственное, что вам тут, наверное, не видно, что динамика роста количества концессионных соглашений, у нас рост объема инвестиций увеличился в целом на 35%, и рост объема инвестиций в 2,1 раза, а рост объема инвестиций концессионеров в 2 раза увеличился. Также хочу сказать, что для развития механизмов привлечения инвестиций, повышения финансовых возможностей бюджетов различных уровней на реализацию инфраструктурных проектов сегодня разрабатывается механизм привлечения инвестиций по принципу инфраструктурного меню. Какие-то инструменты, дальше, может быть, поподробнее расскажет про них фонд, но просто мы опять же пройдемся. Механизмы. Это механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Я, может быть, не буду останавливаться, тут написано, под какие условия, просто чтобы не грузить, и вам тоже скучно не было. Соответственно, второй, это механизм инфраструктурных облигаций, уже все постановления в данном случае тоже приняты. И один из дискуссионных вопросов на сегодняшний день, который мы прорабатываем с фондом, это механизм предоставление поддержки на возвратной основе через фонд национального благосостояния. Планируется выделение не менее 150 миллиардов, но, насколько я понимаю, обсуждается в правительстве увеличение этих средств в дальнейшем еще в два раза. Плюс ко всему, если говорить про финансирование и про ресурсное обеспечение отрасли, мы можем сказать, что в настоящее время основные направления финансирования у нас идут за счет бюджета-бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, которая направлена на баннернизацию, реконструкцию, новое строительство, коммунальные островы структуры, и все, что связано с компенсацией расходов на подготовку к отопительному периоду и возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. Это все, это опять же, если мы говорим про источники финансирования, тарифные и иные источники. Ну вот это вот как раз об этом, про привлечение бюджетных средств. Возвращаясь, как мы уже с вами проговорили, к инструменту, а именно привлечению инвестиций, а именно концессионным соглашениям, давайте сейчас тогда пройдем про законодательную инициативу, которая в настоящее время тоже часть принята, а часть находится в работе. В этом году вступили в силу поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которая дает возможность работать в городах численностью с населением менее 100 тысяч, а работать в режиме упрощенного налогообложения. Такое решение обсуждалось. Долго мы дискутировали с Минфиной, возможно, нельзя, какие выпадающие бюджеты будут, но, тем не менее, убедили Минфин, что это необходимо для привлечения, опять же, дополнительных средств отрасли и на поддержке концессионеров. Дальше. В настоящее время совместно с Минэкономразвитием. Мы прорабатываем модели и формируем, и модернизируем подходы, связанные с реализацией концессионных соглашений и изменением закона концессионных соглашений, которые сегодня нам не позволяют реализовать ряд дополнительных решений. Допустим, если сегодня у нас будут выдаваться дополнительные средства, источники через фонд национального благосостояния, то субъект, как при заключенных концессионных соглашениях, не сможет, собственно говоря, быть, эти средства давать концессионеру, как плата концидента, потому что у нас предусмотрено, что условия на концессионных соглашениях изменены быть нельзя, и если плата концидента на приз заключения концессионных соглашений предусмотрена не была, то, соответственно, реализовать эту возможность нельзя. Поэтому мы сегодня прорабатываем это с ФАСом из Минэкономразвитием, чтобы все-таки участие государства, даже в случае, если концессионные соглашения заключены, было возможно. Это вот первый проблемный вопрос, с которым мы точно столкнемся, когда начнем реализовать механизм инфраструктурного меню. Второй проблемный вопрос, который у нас сегодня есть, это мы столкнулись с тем, что очень часто в качестве концессионеров у нас выступает МУПа-ГУПа, и мы хотим предусмотреть запрет в качестве концессионеров, чтобы МУПа-ГУПа выступали в качестве концессионеров. Дальше для того, чтобы развивались концессии и дальше реализовывались решения в рамках концессионного соглашения, будут устанавливаться квалификационные требования на торгах по отбору. Не через дисконт, который сегодня на самом деле имеет место быть, на втором этапе конкурса, а именно будет упор делать на квалификационные характеристики участников торгов. Дальше будут уточняться в части незарегистрированного имущества, поскольку мы понимаем, что дополнительных средств нет на регистрацию муниципалитетов, и все это возлагается в том числе на компании, поставляющей коммунальный ресурс. Мы предлагаем все-таки уточнить и предусмотреть возможность и снять ограничение размера балансовой стоимости при передаче его в концессию. Для того, чтобы концессионер впоследствии смог зарегистрировать, предусмотреть все средства на регистрацию, на гододострирование, на все мероприятия, связанные с постановкой на учет, через тариф. И, соответственно, увеличить срок регистрации права собственности на незарегистрированное имущество до 10 лет. Сегодня в действующей редакции до одного года предусмотрено, дальше это передается обратно. То есть такой механизм не работает. Точно понимаем, что нужно все-таки инвентаризировать имущество, ставить его на баланс, чтобы у нас не было без хозяина объектов, не было дополнительных товаров. Это что сегодня инициатива, которая прорабатывается в Минэкономразвитии. Плюс ко всему, значит, в первом чтении уже принят законопроект. Сейчас готовятся поправки ко второму чтению. Но, тем не менее, поправки уже в закон, опять же, о концессии, который дает возможность трансформации, долготрансформации именно договоров аренды в долгую концессию. То есть текущий инструмент предусматривает, что можно трансформироваться, но, соответственно, на тех договорах, которые заключены до 2015 года, и на срок действия не больше договора аренды. Мы предусматриваем, мы отказываемся от срока заключения, соответственно, значит, о договорах аренды и говорим о том, что можно трансформироваться на тех договорах аренды, которые есть, с привлечением дополнительных инвестиционных источников, там прописано, что нужно сделать, да, и, соответственно, и срок действия такого концессионного соглашения не может превышать 49 лет. То есть долгая концессия с дополнительным привлечением инвестиционных ресурсов. Поэтому такая возможность тоже будет для того, чтобы у нас все-таки приходили деньги в отрасль. Плюс ко всему, мы сейчас прорабатываем еще возможность, с учетом того, что есть особенности работы в ценовых зонах на рынке теплоснабжения, мы прорабатываем особенности применения концессионных соглашений именно в ценовых зонах, потому что там нет тарифного регулирования, там не участвует субъект третьей стороны, как сторона соглашения. Поэтому дополнительно мы прорабатываем в том числе, это возможно, потому что никаких особенностей сегодня для ценовых зон в законах о концессии также не предусмотрено. Что еще? Что еще? Да, что хотела сказать. В Минэкономразвитии тоже, может, кто-то знает, кто-то не знает, разработан законопроект, который говорит о том, что предлагается разграничить обязанность концендента и концессионера по софинансированию расходов. Каким образом? До завершения создания и реконструкции объекта, которое может быть только частичным, размер капитального гранта концендента не может превышать 80% расхода на создание. То есть 20% сфинансируется, собственно, от других источников. А уже впоследствии, и обязанность концендента по возмещению затрат концессионера после совершения создания объекта. При этом срок выплаты платы концендента не может составлять менее 5 лет. Это все, что связано с инициативами Минэкономразвития. Ирина Станиславовна, позвольте перейти к вопросам, потому что мы уже выбиваемся из тайминга. Во-первых, большое спасибо за такой исчерпывающий экскурс в меню инструментов поддержки со стороны Минстроя. Это все очень правильные и нужные меры. Вместе с тем, у нас, как у финансирующих организаций, такое дуальное отношение к тренду на монополизацию рынка, введение квалификационных критериев неизбежно к этому приведет. Вместе с тем, работая в регионах, мы видим наиболее частые, запросы на качественных концессионеров в малых, средних городах, куда, очевидно, такие игроки не придут. Есть ли у Минстроя намерение, или если его нет, можно ли рассмотреть такое намерение создания некого акселератора благонадежных концессионеров? Мы знаем, что вы в свое время проводили работу по выявлению квазиконцессии, с соответствующими выводами и санкциями. А есть ли рассмотреть возможность выявления хороших, качественных концессий и развития хороших, благонадежных концессионеров? Вы знаете, такие мысли у нас были, но тут тоже палка о двух концах, потому что, создав такой реестр, скажем так, это может быть нарушение этим монопольно-законодательством, скажут, что вы здесь ограничиваете ограничиваете или каким-то образом дисквалифицируете других лиц, которые... И, собственно говоря, здесь проблема в следующем. А какие критерии оценки будут тех участников, кто будет попадать в этот реестр? И здесь, я думаю, что будут вопросы со стороны ФАС России в том числе, потому что оценивать по критериям, предположим, то, что они выгодили конкурс, это уже говорит о том, что они благонадежны, то есть они работают. Если они какие-то там... Если в случае у них, если подрядная работа они не выполняют, либо или еще там что-то происходит, то, опять же, есть механизм включения в реестр недобрососных подрядчиков, но это по каким-то отдельным позициям. Я думаю, ФАС, если что-то меня тут уточнит. Поэтому вот здесь сложность будет именно в оценке техник консессионеров для формирования реестра. Понятно, услышали, но мы говорим не о том, чтобы навешивать там некие ярлыки, мы говорим о повышении информированности регионов о консессионерах, которые в других регионах справляются с консессионным соглашением успешно. Ну, давайте подвесим этот вопрос и как раз перейдем к ФАС. Александр Сергеевич, в этом году была такая резонансная инициатива от ФАС введение тарифной конституции, установление долгосрочных тарифных индексов на уровне регионов. Можно вот нас подробнее, очень кратко и быстро погрузить в смысл этой инициативы, и мы вам зададим некоторое количество вопросов. Уважаемые коллеги, слышно, да? Хорошо. Смотрите, давайте я коротко расскажу о том, что в продолжении Ирины Станиславовны и, значит, ее выступления о том, что делается, о том, что было сделано. Ну, в целом, я напомню, когда там особо такого прорывного в тарифной конституции, как вы сказали, как бы нету, то есть на самом деле фиксируются те постулаты, которые, в принципе, они уже за последние годы были выработаны. Я напомню, что вообще там введение долгосрочного тарифного регулирования было еще, значит, в 2012 году 291-м федеральным законом. То есть и фактически, значит, с 2016 года вот именно положение вот этих норм, как бы, да, реализовывается, и в настоящее время они, как бы, реализованы. И у нас, в принципе, по той статистике, которую мы видим, у нас тарифы утверждаются на основе долгосрочных параметров, за исключением тех случаев, которые предусмотрены основами ценообразования для вновь созданных организаций, для организаций, у которых срок действия договоров аренды, всех договоров аренды, менее трех лет. А в остальные отношения других организаций тарифы у нас утверждаются на основе долгосрочных параметров. Это в сфере тепла и водоснабжения. При этом мы зафиксировали как бы основные постулаты и основные принципы долгосрочного тарифного регулирования и поставили определенные планы на будущее, которые мы планируем в ближайшее время реализовывать. По вопросу, в начале, который вы задавали, о том, что год назад действительно мы собирались, наверное, стоит констатировать, что проблем меньше не стало, а, наверное, стало их даже больше. С учетом текущей экономической ситуации в стране, соответствующим ростом цены на определенные сырье и материалы. Соответственно, при этом, не открою секрета, поскольку федеральная монопольная служба является держателем баланса интересов как потребителей, так и ресурсоснабжающих организаций, то основным камнем преткновения у нас является индекс платы граждан за коммунальные услуги. При этом на эту цифру мы ориентируемся, исходя из прогноза социально-экономического развития, который одобряется правительством Российской Федерации, и, соответственно, на следующий год цифра у нас получается в 4% определена. Как консессионер может быть уверен, что это распределение произойдет в его пользу, а регулятор не использует эту возможность для того, чтобы в очередной раз помочь МУПам справиться с их бесконечной экономической неэффективностью? Вопрос понятен. Смотрите, у нас предельные индексы регулируют 400-е постановление правительства. И в настоящее время у нас предусмотрена возможность превышения утвержденных индексов по тем критериям, которые заданы именно этим постановлением. И основными критериями, исходя из прошлых согласований Федеральной темно-напольной службы таких превышений, является именно реализация инвестиционных программ и реализация конституционных соглашений. Это первое. То есть такая процедура существует, ее она реализуется с 1 ноября по 10 ноября текущего года. Есть определенные сроки, есть определенный пакет документов, и поэтому в случае, когда такая необходимость свыше индекса выйти за тарифным регулированием, то такая возможность существует. Это первое. При этом мы в настоящее время разработали проект постановления ИОН в правительство внесен, который позволяет не только превышать индекс на 1 год, но и позволяет индекс превышать на протяжении долгосрочного периода именно на момент реализации соответствующих программ. Услышали, Александр Сергеевич. То есть правильно ли мы, простите, что прекращаем? Пока проект этот в правительстве, но мы надеемся, что в течение октября он выйдет, когда это позволит в дальнейшем индексы такие согласовывать именно на долгосрочный период. Посмотрим, как процедура заработает, в случае, понимаем, что сейчас конец года, в случае, если будет необходимость ее усовершенствовать, соответственно, мы это будем готовы сделать. Понятно, спасибо большое. То есть правильно ли мы услышали, что если у консессионера утверждена инвест-программа, она ляжет в основу обоснования повышенного индекса, и он практически гарантированно получит повышенный тариф, в отличие от... Все верно. То есть согласование ФАС является именно такой гарантией, и, соответственно, именно это мероприятие, именно это консессионное соглашение, оно уже будет в рамках расчета предельного индекса. Программно, да, гарантированно. Да, будет гарантированно. Кстати говоря, об инвестиционных программах. У нас нередки случаи, когда консессионерам выступают SPV специально созданные проектные компании, которые, естественно, не осуществляют эксплуатацию этих объектов, и формально по постановлению, которая регулирует утверждение инвестиционных программ, они такую инвест-программу после заключения консессионного соглашения утвердить как бы не могут. Такая проблема существует, мы с ней сталкивались на практике, поэтому вот обращаем внимание ФАИВов, что надо подумать, как ее устранить. Так, ну а мы от теоретических аспектов переходим к практическим и попросим Хантамансийский автономный округ, который традиционно выступает флагманом в пилотировании концессии в различных отраслях, рассказать о вашем опыте, Алексей Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня есть небольшая презентация. Я понимаю, что мы убиваемся из зрения, поэтому постараюсь максимально кратко сказать основную суть. Но прежде всего вернусь, начну с того, что на сегодняшний день понятно, в сфере водо- и теплоснабжения накопился очень большой объем проблем, и мы на своем уровне региона, на уровне региона это очень хорошо видим, потому что мы оказываемся так немножко между молотом и наковальней, потому что федеральный центр с нас требует, чтобы не было задолженности перед ресурсно-набжающих организаций между поставщиками топлива и энергии. Ресурсно-набжающие организации пытаются поднять тарифы и получить большее с населения, и мы, соответственно, на нашем уровне вынуждены вот этот комплекс проблем решать. Ирина Станиславовна озвучила, что полтора триллиона примерно суммы этой проблемы им виднее на уровне страны, я, наверное, готов сказать на уровне регионов. Мы часто участвуем в совещаниях, которые проводит и Минстрой, и другие фейлы, и видим, что регулярно обсуждаются проблемы, есть список регионов, у которых задолженность достигает 4 миллиардов. Вот из того, что я помню. Допустим, по нашему региону, вот, к сожалению, из года в год мы по году выходим на уровень задолженности почти под миллиард. Это задолженность ресурсно-набжающих организаций за газ и тепло. Ну и основная проблема за газ и электричество, и основная проблема, как бы, в чем причина, да, почему не получается сбалансировать эту систему. Основная причина, их 4. Ну, прежде всего, понятно, это тариф, да, есть ограничение на рост тарифа, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе на сегодняшний день. Второе, это норматив потребления. Не секрет, что там, где потребление у нас идет по нормативу, опять-таки, для того, чтобы снизить расходы граждан, приходится понижать норматив, и реально потребление больше, чем заложено, и чем ресурсно-набжающие организации могут тарифицировать. Несомненно, опять уже звучало, очень большие потери в сетях, изношенность сетей. Так, а мои слайды можно листать? Так, а вот кликер. А, у меня есть, прошу прощения. Соответственно, очень большая изношенность сетей, мы оцениваем в нашем регионе порядка 50%, вот, ну и, конечно, то, о чем, естественно, на форуме по ГЧП не должно звучать и звучит постоянно, это неэффективность мубов, то есть неэффективность и ресурсно-набжающих организаций. Собственно, что из этих проблем могут решить консессионеры в рамках проектов ГЧП? Несомненно, это снизить потери и снизить неэффективность. И, собственно, вот с этим мы пытаемся работать. Для этого мы на уровне региона активно пробируем инструмент, концессий. Верим, что этот инструмент позволяет обновлять, модернизировать основные фонды. С 2017 года регион обязан выступать стороной, соответственно, мы, это позволяет нам в том числе формировать компетенции, формировать такой единый процесс как бы создания концессионных проектов. На сегодняшний день действует порядок взаимодействия между органами государственной власти округа, который координирует всех участников процесса. Сформирована металлогическая база, включающая типовое концессионное соглашение, формы расчетно-финансо-экономической модели, типовые дорожные карты. Ну и, соответственно, организована экспертиза всех проектов, которая позволяет повысить качество концессионных соглашений, потому что, несомненно, на уровне муниципального образования, как правило, компетенции не всегда хватает. взаимодействие сторон вот здесь отражено. Значит, по факту, что у нас происходит? Происходит, что за последние годы мы общий коммунальный портфель в концессиях подняли с 4,5 миллиарда до 17 миллиардов, с учетом того, что в 19-20-х годах заключили два трехсторонних соглашения больших в городе Нижневартовске с общим объемом инвестиций на целых тридесятых миллиарда рублей. Ну и в рамках этих двух соглашений объем инвестиций концессионера составляет 99% и плата концентентов всего 100 миллионов рублей. Но при этом необходимо признать, что по теплу пришлось пойти на повышение тарифа порядка 18%. В целом, повторюсь, опыт очень большой. То есть с 2010 года работаем в сфере конституционных соглашений в области ЖКХ. Хотел также сказать, что активно привлекаем федеральные средства. Так, в частности, в 21-22 годах мы привлекаем 168 миллионов средств фонда ЖКХ, что позволяет реализовать проект практически на 280 миллионов. На сегодня активно используем механизмы инфраструктурных кредитов получили одобрение по двум проектам для создания комплексных качественных сооружений и котельной в городе Сургуте. В целом, вот эта система активной координации на уровне региона позволяет нам, на наш взгляд, быть одними из лидеров с точки зрения развития реализации проектов ГЧП. Повторюсь, первые соглашения были подписаны еще в 2009 году. На сегодня уже по факту объем инвестиций составляет порядка 2 миллиардов и в ближайшее время за счет этого реконструированы 50 километров сетей 20 объектов. В ближайшее время еще порядка 170 километров и 30 объектов должны попасть в сферу охвата соглашениями ГЧП и, соответственно, способствовать модернизации. На чем я хотел бы, наверное, остановиться, что понятно, что на сегодня все-таки те муниципалитеты, где степень износа наименьшая, где более высокий уровень платежеспособного спроса, платежеспособность населения выше, где больше плотность объектов, что позволяет выстроить эффективную модель для концессионера. И, конечно, по-прежнему остается проблема небольших городов, где небольшой объем отпуска, где больше износ сетей, где много аварийных домов, соответственно, где много потерь. Вот эти населенные пункты по-прежнему очень сложно привлечь концессионеров. И вот сегодня уже поднимался вопрос, что, конечно, еще одна проблема, что все равно рынок концессий, он достаточно такой олигополистический, то есть сложно представить, что это была бы такая полная конкуренция, и можно было провести такую конкурентную процедуру. Все равно это сложные проекты, все равно очень важно локальное знание. Представить, что это будет такая большая конкурентная процедура с большим количеством участников очень сложно. Поэтому у регионов всегда есть такой очень непростой момент, как правильно оценить концессию, как правильно создать модель, чтобы учесть все факторы, потому что если у тебя один-два контрагента, которые перед тобой заявляют об интересе к реализации конституционного соглашения, всегда будет возникать проблема, насколько оно справедливо, потому что в любом случае это, с одной стороны, монополия, естественная монополия, сама услуга, всегда будет очень сложно что-то изменить впоследствии уже после заключения конституционного соглашения, поэтому, на мой взгляд, для регионов это всегда проблема. Поэтому создание какого-то пула надежных конституционеров с точки зрения теплоснабжения, водоснабжения, малых, небольших компаний, мы всячески приветствуем, я думаю, для регионов это было бы таким большим подспорьем. Ну и, наверное, что хотелось сказать в заключении, что в целом, на мой взгляд, ситуация меняется к лучшему. И вот с точки зрения нашего региона мы видим, что этот объем проблем, он в денежном выражении, по крайней мере, не растет, несмотря на то, что цены на газ, они все равно растут. И то, что в абсолютном выражении сумма примерно та же самая, мы считаем, что это хороший сигнал об улучшении. Но, несомненно, предстоит еще очень много сделать. И с этой точки зрения мы тоже испытываем такой небольшой оптимизм, потому что приход частных компаний, частных конституционеров – это большой плюс, это привлечение в отрасль, прежде всего, квалифицированных людей. Буквально за два дня назад у меня был такой небольшой диалог с бывшим коллегой, когда я приглашал его на работу в службу, он в итоге выбрал коммунальную компанию, и для него это показалось более интересным, что для меня было, конечно, большим сюрпризом. Но уже профессиональные люди выбирают такие решения. И, на мой взгляд, то, что этот зал на сегодня полон, практически нет свободных мест, говорит о том, что мы все вместе эти проблемы постепенно будем решать, и то, что в целом мы движемся в правильном направлении. Большое спасибо, очень интересный опыт. Маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, в этих соглашениях субъект, выступая третьей стороной, несет какие-либо финансовые и денежные обязательства? Дополнительные, помимо тех, которые презюмированы в 115 ФЗ. Ну, как правило, дополнительные обязательства, конечно, муниципалитет на себя принимает. То есть плату консидента обеспечивает муниципалитет? Да, плату консидента обеспечивает консидент. За счет межбюджетных трансфертов или за счет самостоятельных налоговых и налоговых доходов? Все зависит от концессии. Сейчас мы показывали, там небольшая сумма, и поэтому в данной ситуации это муниципалитет. Но в целом, я повторюсь, для нас очень большой индикатор эффективности работы. Миллиард ежегодно регион выделяет для того, чтобы покрыть потери, убытки ресурсно-набжающих организаций. Вот мы все вместе должны сделать, я говорю про наш регион, в целом в стране это полтора триллиона, это вообще феноменальная сумма. И все вместе наша задача сделать, чтобы эта сумма стала меньше. Чтобы в целом для региона, за счет повышения эффективности, модернизации, снижения потерь. Мы еще верим, что постепенно с выбытием такого ветхого фонда, даже лично в нашей регионе есть такая проблема, я уверен, во всех регионах есть такая проблема, где очень большие потери именно с точки зрения тепла. Постепенно все-таки теплопотери тоже будут снижаться, и отрасль будет более эффективной. Про оптимизацию технологий мы поговорим в конце нашей дискуссии, и вы затронули очень важную и правильную тему, как быть, если консессионное соглашение уже заключено, но по тем или иным причинам в плановых параметрах его выполнить не представляется возможным, или возникают существенные отклонения. Иными словами, как менять заключенное консессионное соглашение проблемы инвесторов? И здесь мы попросим подключить онлайн Льва Гореловского, группу компании Полипластик. Добрый день, слышно меня? Да, Лев, мы вас слышим, пока не видим. Отлично. Теперь видите. Добрый день, коллеги. Я постараюсь максимально кратко, видя, что очень много выступающих, соответственно, постараюсь сейчас быстро тогда пойти по презентации и донести основную мысль, которую хотел бы показать. Так, сейчас видно презентацию мою? Пока нет. Так, демонстрацию включил, видно, да? Отлично. Сейчас, сменечка, техническая. Давайте я сразу тогда к сути. Если говорить о периоде, соответственно, отопительном первом, который у нас был в проекте Фокина вместе с фондом ЖКХ, который мы реализовывали в проекте, то мы видим, что те данные, которые изначально были, соответственно, при обследовании, которое выполнял еще до нас регион, они показывали достаточно большую аварийность, более 800 инцидентов, соответственно, за отопительный период, огромный перерасход топлива и большую сверхнормативную подпитку. Это вот как бы тот результат первого отопительного периода, который мы получили, войдя фактически в концессию с данными, переданными нам от субъекта. То есть для нас, конечно, это был такой, можно сказать, в некотором плане шок, и мы начали предпринимать ряд действий по обновлению инфраструктуры и выполнению, соответственно, мероприятий по замене сетей и прочие мероприятия для снижения потерь. Видно сейчас, да, текущая ситуация? Слайд просто не понимаю, как у вас переключается. Да, да. Видно. Да, соответственно, что было сделано? То есть мы проводили разные мероприятия, как с точки зрения работы с персоналом, по изменению, соответственно, заработного фонда, так как на 26 тысяч рублей невозможно было найти оператора котельной. Это в Приморском крае проект, или на 23 тысячи рублей следствия ремонтника. Поэтому выполнялись как вот такие мероприятия, так и мероприятия, связанные с обследованием сетей. Была сделана, соответственно, аэросъемка для определения основных мест потерь. И также была создана теплосознодиспетчерская, которая позволила за счет узлов учета тепловой энергии правильно посчитать, определить места тепловых потерь, соответственно, и настроить корректно работающий тепловой баланс. Все это привело к тому, что фактически вот спустя этот отопительный период мы видим те данные, которые сейчас есть, что в четыре раза сократилась реальная аварийность. Это все зафиксировано в журналах и подтверждается в том числе и администрации городской. В два раза сокращен перерасход топлива, существенно сокращены потери практически на 20% за этот отопительный период. Ну и, понятно, сократилась существенная подпитка. О чем это все говорит? Что в наших руках теми мероприятиями, которые мы производим, существенно улучшать параметры оплоснабжающих предприятий, но так как концессия уже подписана и фактически нет у консессионеров возможности полтора-два года, собирая каждый проект, заниматься максимально глубоким анализом и часто вынуждены основываться на тех данных, которые получаем от прошлых эксплуатирующих организаций. И в этом случае могут существенно разойтись те параметры, которые фактически являются удельниками, принятыми в концессии, теми, которые компания получила по факту. И как бы она много действий не делала для того, чтобы достичь правильного результата и улучшить качество жизни населения и качество услуги, которые предоставляются соответственно, сам финансовый результат может быть там операционно отрицательный. Понятно, что для нашей компании там сейчас суммарным оборотом почти там 60 миллиардов рублей в год, тот убыток, который операционно у нас на этих перерасходах получается в Фокин, он незначительный и ни на что не влияет. Но если бы мы были просто как бы компанией с одним проектом, то фактически этого могло привести к дефолту всего проекта. Поэтому мы хотим предложить, соответственно, изменения в 368-е постановление правительства. Мы это изменение, скажем так, сформулировали с участниками рынка на базе площадки деловой России. И вот недавно подали в Минстрой как предложение, потому что фактически те изменения, которые мы просим, позволяют согласие сторон все-таки привести к пересмотру некоторых уже принятых в концессии параметров, при условии того, что этот пересмотр как бы реально требуется, в итоге ведет к сохранению концессий за счет выполнения, соответственно, основной цели, это сокращение аварийности, обновление фондов и улучшение качества представляемых услуг. Поэтому считаем, что изменения эти вносить надо, и мне кажется, что большинство консенсионеров это поддержат, поэтому постарался на нашем примере реальной концессии показать, что можно сделать много, но без этого изменения мы все равно как бы получается ограничены, поэтому просим на это обратить внимание, как на достаточно важный вопрос. Спасибо. Большое спасибо. Проблема действительно важная. Мы ее тоже стараемся доносить до ФАИВов, но когда мы приходим в ФАС, сейчас Александр Сергеевич от меня отмахивается как от назойливой мухи и говорит, что надо правильно структурировать концессию на старте, и тогда все будет хорошо. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь, и важно найти инструменты, как концессию вылечить, выправить и сделать банкуемой, а не как поменять концессионера и оставить систему фактически в хозяйственном состоянии. Можно мы экспресс-опрос в зале сделаем, кто считает, что внесение изменений в 368-е постановление важно для отрасли. Можно просто поднять руки. Пока идет опрос. И ФАС поднял, что самое важное. Если ФАС поднял руку, значит, это было очень правильно, что мы этот вопрос подняли и обсудили. И с увеличением объема, вот я могу сказать, у нас сейчас есть проект, в котором 70 котельных концессий в Московской области, и там выручка около 3 миллиардов рублей, и большая инвест-программа, соответственно, по миллиарду в год мы там вкладываем в обновление, там, конечно, чем больше проект, тем больше это проблема. Поэтому мне кажется, что это не только для малых проектов, просто хотел это тоже подчеркнуть, но и для средних, и для крупных проектов актуально. Поэтому, если коллеги из ФАС согласны, то, я думаю, в наших руках, встретившись в следующем году на этой же площадке, сказать, что эти изменения приняты, будем на это очень надеяться. Ну, хорошо, тогда мы берем на себя обязательства эти изменения консолидировать, инициировать, донести и принять. Так, ну давайте приключим акцент степла на воду. Григорий Саркисович, в чем ваши основные боли инвесторов водоснабжения? Алло. Мы слышим вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз. Ну, вы знаете, я много раз рассказывал про всякие проблемы, начиная от регуляторики и заканчивая тарифным регулированием, и антимонопольным законодательством, и те проблемы, которые сейчас поднимаются. Я не буду на них останавливаться. Я бы, наверное, такой некий сарказм внес бы в нашу дискуссию с точки зрения последних событий, ну и программ, которые государство реализует в части поддержки отрасли, наверное. Вот сегодня мы много слышим из каждого чайника, можно сказать, истории про огромные миллиарды, которые должны потечь, в общем-то, в отрасли, и программа по инфраструктурным бюджетным кредитам, и новые программы, которые запустились в рамках Дома РФ, и раскассирование фонда благосостояния через долгосрочные кредиты, через фонд развития ЖКХ. Но вот когда, вроде звучит все очень красиво, но когда начинаешь копать чуть поглубже, начинаешь, если честно, как там инвестор расстраиваться всем этим подходом. Объясню, почему. Ну, если говорить, к примеру, про Дома РФ и про межбюджетные кредиты, межбюджетные кредиты, они вообще достаточно на широкий круг отрасли, так сказать, относятся, и какая часть от него вообще дойдет до кондиционеров, и дойдет ли вообще, ну и вообще в отрасли водоснабжения и водоотведения, это остается большим вопросом. Если говорить про Дома РФ, то, в общем-то, эти проекты заточены тоже в основном на подключении новых абонентов, на строительство нового жилья. Ну и в целом такой вектор, он достаточно просматривается, и, к сожалению, государство до сих пор не идентифицирует реальные проблемы отрасли, да, с его там, вот Ирина вначале рассказывала, в общем, объем выручки, там, проблем в инфраструктуре, в ЖКХ, но государство почему-то, ну, в моем понимании, пока не видит это как отдельную такую программу отрасли, именно нацеленную на решение проблемы. Главная проблема сейчас все-таки не в подключениях, а в износе и в реконструкции уже действующих там сетей, имущества и так далее. Возвращаясь, к примеру, программа оздоровления Волги, да, вот, и... Ой, чистая вода и оздоровление Волги. В рамках чистой воды сделали правильную вещь. Во многих городах Российской Федерации, в том числе маленьких, как раз-таки, была построена водоподготовка, да, там, где ее вообще не было, по сути. Что сделало государство следом? Следом государство ужесточило требования к СанПИНу, и те же водоканалы или объекты водоподготовки, которые были созданы, они автоматически стали, по сути, нарушителями. Сейчас, наверное, надо новую программу запускать, чтобы теперь довести их до нового СанПИНу. И вот дальше, если смотреть просто в отношении кондиционеров, в части безвозвратных, я так понимаю, кондиционеры до этих денег вообще никогда в жизни не доберутся. И единственная надежда у нас остается на фонд, который будет предоставлять кредиты. И опять-таки, там есть вопрос, возможно ли будет заключать, привлекать это финансирование в проектах, которые уже запущены, либо все-таки история будет заточена на то, чтобы была возможность привлечь только по новым проектам. Вот это такая глобальная проблема, мне кажется, которую надо как-то отдельно обсуждать, поднимать, потому что мы все понимаем прекрасно, что отрасль сильно недофинансирована, и все проблемы мы хотим или не хотим, мы не можем переложить напрямую на потребителей. И, в общем-то, это в основном имущество Российской Федерации, в лице муниципальных образований, субъектов и так далее. И, в общем-то, собственник имущества, как язык гражданского кодекса, в общем-то, должен нести какое-то бремя содержания своего имущества. Это вот один пласт проблем. Второй пласт проблем, опять-таки, из юмористического. Вот есть у водоканалов и у консенсионеров такой источник тоже, который позволяет, не возлагая, в общем-то, тарифного времени на потребителей, в лице граждан, собирать деньги и инвестировать в имущество, так называемые экологические, скажем так, платежи. Это по ДК, НВС. Коллеги, я думаю, все прекрасно знают, о чем идет речь. Вот возникает очень смешная история. Консенсионер собирает эти деньги, собрал определенный объем, либо там предусмотрел сбор. Приходит к консценденту, говорит, внесите мне изменения в тех задания, для того, чтобы я проинвестировал эти деньги в новые объекты, в том числе экологического характера. Консцендент ему говорит, нет, я, говорит, не могу этого сделать, потому что у вас перечень объектов, которые я могу включить в ТЗ, должен быть в концессии. Чтобы включить в концессию новые объекты, консенсионер должен прийти и согласовать совместно с муниципалитетом эти изменения ФАС, а у ФАСа с точки зрения регламентации его полномочий просто нет оснований по этим основаниям согласовывания в несении изменений. Пока консенсионер с консцендентом бегают, пытаются решить эту проблему, регулятор проводит проверку и срезают эти деньги просто с тарифа, из НВВ, так называемого. Причем срезает не по фактически собранным средствам, которые консенсионер собрал и хотел проинвестировать, а по начисленным, которые раза в два больше, чем собранные. И вот получается такая очень интересная история. Если посчитать проблематику с точки зрения того, там не додали, здесь не нашли юридического обоснования, там не дофинансировали и так далее, то вот меня как экспертно, знаете, так кожу чувствую, что сумма эта по отрасли и по стране в целом будет раз в 10, наверное, превышать тот объем, который сейчас государство планирует профинансировать через вот эти вот все программы. И мы эти деньги сами там осознанно либо неосознанно вымываем из отрасли. И вот если мы все-таки создадим какие-то более такие разумные подходы, то есть климат из этих мелочей состоит инвестиционный, если мы эти вещи отрегулируем, то может быть и веселей как-то будет инвестироваться и желание, и конкурентов больше станет, и конкуренция реальная будет. Да, они, коллеги, говорили про то, что действительно нету большого рынка консенсионеров, и уж тем более нету этого рынка действительно там в маленьких городах, где, понятно, выручка маленькая, а проблемы точно не меньше, чем в больших городах. Спасибо. Да, спасибо большое. Мы вас активно поддерживаем, мы работаем с водоканалами на территориях, и действительно видим, что у некоторых регионов есть такое спекулятивное отношение к водоканалам. Это большая компания с большим денежным потоком, и кажется, что он бездонный, и поэтому их нагружают постоянно всегда какими-то мероприятиями, даже помимо их основной функции. Но уж если смотреть в сам бизнес водоканала, то надо понимать, что вся эта нагрузка рано или поздно может стать критической, такой водоканал не сможет в какой-то момент привлекать долговое финансирование, и будет остро строять вопрос его финансового спасения. Такие случаи в регионах есть, и мы пытаемся донести мысль, что не надо до этого доводить, и действительно эти проблемы слышать и вовремя решать. У нас есть еще один представитель федерального игрока на рынке водоснабжения, компания «Росводоканал», которая в последнее время тоже активно заявляет о своей проблеме, связанной с созданием инструментов финансирования ливневой канализации. Пожалуйста, вам слово. Ну, тоже не секрет, что, по-моему, любой муниципалитет, особенно крупные города, сейчас озабочены проблемой восстановления, других слов нет, ливневой канализации. На самом деле мы тоже достаточно давно заинтересовались этой темой, попытались проработать ее и столкнулись с такой проблемой, что у нас действительно нет возможности схлопнуть финансовую модель. Просто получается, что все хотят, мы тоже готовы, понимаем, каким образом можно собирать деньги, но при этом понимаем, что те люди, которые должны обеспечить возврат долгового финансирования, на самом деле, ну, не люди, а организации, на самом деле, скорее всего, не смогут этого сделать, потому что это, во-первых, бюджетные организации, под которыми сейчас находится большое количество земельных, участков, в том числе муниципалитеты или там федеральные органы власти, потому что именно им принадлежат, например, земельные участки под дорогами, под другими какими-то общественными местами, и также управляющие компании, у которых, ну, просто физически нет денег на то, чтобы платить еще дополнительно за содержание ливневой канализации. И вот, на самом деле, мы долго пытались найти выход из этой ситуации, понимаем, что, наверное, своими силами это сделать сейчас никак не можем, поэтому этой темой также уже озабочен, в том числе и Минстрой, мы уже несколько консультаций по этому вопросу проводили, предлагаем более, наверное, в таком расширенном составе обсудить, найти какое-то решение этой проблемы, потому что как лето, так каждый, ну, мало-мальски обеспеченный ливневой канализацией еще в советское время город начинает просто задыхаться, задыхаться от того, что по дорогам льется огромное количество воды, которая явно не может попасть и в нашу канализацию, в водоканал, который обслуживает, ну, зачастую не может принять именно ливневые стоки, потому что тогда станут проблемы с очисткой, с качеством очистки, который, в свою очередь, является показателем надежности, качества, энергоэффективности, на которые нацелен любой консессионер, который нужно выполнять, и проблема действительно такая достаточно широкая, поэтому просто прошу обратить на это внимание коллег из Минстроя, в том числе, пока еще не знаю, в какой части коллег из ФАС, но я думаю, что обязательно их участие потребуется в этом вопросе, ну и плюс, конечно, тех коллег, которые уже с этой проблемой сталкивались и пытались ее решить. Понятно, спасибо большое. А какое решение видите вы? Это тариф, плата за подключение или просто плата консидента? Нет, здесь вообще речь идет, наверное, в большей степени о том, где найти источники для финансирования этих расходов со стороны как раз управляющих компаний, со стороны бюджетов разных уровней, потому что там это финансирование не предусмотрено. То есть управляющие компании, они собирают деньги по понятному механизму и ничего сделать не могут. у них нет возможности просто взять, прийти и сказать, ну вот тебе еще деньги и, соответственно, я готов платить за то, что ты собираешь ливневые истоки. То же самое бюджетные организации, которые на самом деле дополнительно найти возможность оплачивать до просхода у себя в бюджете, ну тоже, наверное, не смогут. Может быть, где-то есть профицитные бюджеты, но это раз-два и обчелся. Понятно. В общем, призыв к сообществу… Здесь самый главный источник. Но в любом случае это будет переложено на потребителей через управляющую компанию. Ну, тем или иным образом, да. В тариф, да. То есть речь идет о том, чтобы простроить структуру этих источников до конечного пользователя. Вопрос понятен. Спасибо большое. И мы переходим к другому системному игроку. В последнее время прослеживается тренд на диверсификацию портфеля крупными системными игроками. Илья Евгеньевич, расскажите нам, какие возможности видит Русатом для обеспечения роста эффективности коммунальной инфраструктуры за пределами мегаполисов. Да, коллеги, добрый день. На самом деле, вот я сейчас сидя здесь очень много услышал приятных вещей в части того, что ФАС намерен изменить 400-е постановление, чтобы мы не каждый год ходили, голосовали за превышение тарифа и в дальнейшем обращались в ФАС. А сразу один раз сходили и уже знаем, как компания будет жить на весь срок конституционного соглашения. Это, на самом деле, очень приятная новость. Дальше мне очень понравились первые выступления. Особенно в части того, что обозначили проблематику плачевного состояния коммунальной сферы нашей. То, что износ оборудования уже достиг совсем критических моментов. Мы с этим тоже постоянно сталкиваемся в наших атомных городах, потому что инфраструктура в них была построена и строилась одновременно с созданием атомной отрасли. А мы уже отметили 75-летие, при этом модернизацию система не проходила никогда. То есть, да, ремонты были, но глобальной модернизации там нет. Единственная, наверное, проблема, которую не коснулись сегодняшние докладчики, это асинхронность мероприятий. То есть, да, мы заключаем конституционные соглашения, да, мы модернизируем системы ресурсоснабжения, но у нас с проектами реноваций, которые делают города и регионы, получается не систематизированный подход. То есть, мы не одновременно это делаем. И на выходе мы получаем, как компания реализующая, снижение полезного отпуска, соответственно, у нас падает НВВ, соответственно, мы не всегда можем исполнять полноценно наши инвестиционные обязательства, потому что мы, опять-таки, не видим возвратности инвестиций. Со своей стороны, мы пришли к определенному тезису, который здесь косвенно был озвучен, но глобального внимания ему не уделили. Мы понимаем, что помимо просто модернизации коммунальной системы, необходима еще и цифровая трансформация, то есть цифровизация всех процессов. Мы начали сейчас в рамках одной нашей концессии проводить полную цифровую трансформацию водоканала, внедряем систему цифрового водоканала в ней. Это нам позволило, первое, снизить потери существенно, второе, нам гидравлические режимы позволило очень качественно отладить, и третье, мы снизили аварийность за счет первых дыбок. При этом цифровизация, мы ее не рассматриваем как автоматизацию, которую сейчас все смотрят, что да, давайте автоматизируем систему. Это неправильно. Надо смотреть цифровизацию как поле эффектов. Оно действительно нам несет очень большую выгоду. За счет цифровой трансформации экономия может составить до 40% в отдельно взятых случаях. Поэтому для себя мы сформировали такой тезис, который мы стараемся внедрить во всех наших конституционных соглашениях, что только системное внедрение цифровых технологий с совокупной модернизацией инфраструктуры позволит вывести наш ЖКХ на качество нового уровня. Большое спасибо. Мы действительно поддерживаем горячо тренд на цифровую трансформацию, поскольку важно не просто дать отрасли денег, но еще создать стимулы повышения ее эффективности, снижения операционных расходов. И от расходов мы переходим наконец к финансовому блоку. Ольга Владимировна, самая резонансная программа поддержки заявлена фондом ЖКХ. Можно сделать только, я прошу буквально регламент, у нас там 3-4 минуты, и мы лучше попытаем вас вопросами. Сможем? Легко, тем более, что презентация останется и коллеги смогут. Я тогда сразу же пролистаю первые слайды про опыт фонда, потому что мне кажется, что мы об этом говорим уже достаточно много, и каждый год встречаемся, и у нас увеличивается количество проектов. И эта программа действительно показала свою эффективность. Но на что я хотела обратить внимание. Эта программа была настроена на малые города. Она предполагала, что участники – это небольшие проекты. Сейчас же происходит серьезная очень трансформация подходов, и это основное направление не к тем проектам, которые реализуются в малых городах, как раз об этом говорили коллеги, а к тем проектам, которые несут в себе достаточно хорошую экономику, потому что условия финансирования за счет средств фонда национального благосостояния предполагают, что эти средства будут возвратные и возмездные. И достаточно долго обсуждался, какой процент, какая процентная ставка и какие условия могут быть предложены. В итоге, на мой взгляд, остановились на достаточно достойных условиях. 150 миллиардов будут вложены в отрасль на срок до 25 лет под 3,5% годовых, причем с грейс-периодом по телу долга возврат будет с 2005 года. Это позволит во время основной сложности инвестиционной стадии не платить основной долг, ограничиваясь уплатой процентов. То есть это то, о чем говорили много лет, поэтому я не согласна с Григорием, что у нас ничего не меняется. Мы встречались и говорили много лет, нужны дешевые длинные деньги. Пожалуйста. Вот, собственно, наверное, это говорит о том, что у правительства, безусловно, обратная связь с отраслью существует, существует понимание проблематики отрасли, и существует гибкость, которая позволяет изменять и принимать достаточно серьезные решения. Например, даже по обсуждению ставки это очень серьезное было отступление, потому что условия вложения средств ФНБ это практически рыночные ставки. Но здесь был сделан такой серьезный шаг навстречу именно отрасли. Поэтому мы планируем в ближайшее время совместно с федеральными органами власти завершить формирование нормативной базы. Уже сейчас понятно, что это будет программа, очень сильно отличающаяся от того, что мы делали, и по ее качеству, потому что здесь это другие будут, должны быть проекты более качественные. Если до этого мы работали с проектами, в которые мы вкладывали до 60% капитального гранта, то и безвозвратных средств, то теперь мы должны будем работать с проектами, которые смогут обеспечить возвратность этих средств, в первую очередь, и уплату процентов. Но о чем хотелось бы сказать? Здесь очень много говорилось о соглашениях с регионами. Я бы хотела именно эту тему. Очень много говорилось о том, что определяет успех проекта. Говорилось о регальторике, говорилось о тарифах, даже говорилось о цифровизации. Знаете, а я по старинке, от людей все зависит, товарищи. Кадры решают все. Потому что если у нас при подготовке проекта нет полного понимания задач и воли к их выполнению со стороны субъекта, муниципалитета, инвестора, потому что, с моей точки зрения, инвесторы тоже бывают разные, и задачи у них бывают разные, и, соответственно, государственных органов, то тогда никакая регуляторика, никакая тарифная политика, да никакие миллиарды денег не позволят реализовать проекты. Поэтому год из года, встречаясь с вами, я могу сказать, что мы, безусловно, видим развитие, мы видим увеличение количества инструментов, и мы видим то, как в субъектах Российской Федерации, если, когда мы встречались там много лет назад, первый раз, там, было бы, 4 назад, да, то коллеги из субъектов обычно фаивы так подозрительно смотрели на инвесторов и говорили, что у нас есть сомнения, мы вот не уверены, что эти люди действительно хотят что-то делать в отрасли, мы вот думаем, что они, наверное, все-таки вот как-то вот, мы должны защищать свои деньги. А сейчас наоборот. Государство говорит, в лице Федерации, в лице субъектов, мы готовы предпринимать усилия, мы готовы вкладывать деньги, давайте делать проекты вместе. И это вот основной разворот, который, мне кажется, произошел на вполне недолгом периоде. И здесь, кстати, я очень благодарна коллегам из Минстроя, потому что вот их вера в концессии, как в инструмент, позволила создать достаточно надежную основу для того, чтобы эти проекты реализовывать. Хотя и МУПы очень многие также являются вполне достойными партнерами, поэтому я всегда предполагаю, что фонд свои льготные займы будет давать не только концессионерам, но также и МУПам и ГУПам. Правда, для этого придется внести изменения в законодательство, потому что сейчас у нас МУПы и ГУПы займы не могут получать, но такое поручение правительства тоже получено, и такой законопроект подготовлен. То есть если есть проекты, есть желание у инвесторов и у органов власти эти проекты делать, и есть соответствующие средства, я думаю, что когда мы встретимся в следующем году, у нас у коллег будет гораздо меньше уже поводов для скептицизма. Мы, по крайней мере, для этого все сделаем. Спасибо большое за такое введение. Поэтому я и закончила на слайде соглашение о реализации проекта. Потому что это тот инструмент и ключевой инструмент, когда ответственность за реализацию, в том числе и в ряде случаев финансовую, за устойчивость потока должен брать на себя не только инвестор, но и субъект, потому что от него очень много зависит. И вот, наверное, это ответственность субъекта. Я общаюсь сейчас с очень многими коллегами, и я вижу, что желание брать такую ответственность на себя есть. И это очень отрадно, это залог успеха, на мой взгляд. Но это не единственный механизм, гарантийный механизм, насколько мы понимаем, она может быть заменена банковской гарантией. Но главное, чтобы банки были готовы давать такую гарантию. Да, такой вопрос мы тоже зададим сейчас. Я надеюсь, что... Просто меры обеспечения, это очень важно, но брать залоги в ЖКХ, это, наверное, можно, но... Но их нет. Другие нужны. Мы должны всегда понимать, что если мы должны быстро реализовать залог, то это не получится. У нас немножко другие задачи, поэтому, наверное, мне кажется, что меры обеспечения в качестве гарантии, поручительства, они более применимы. Спасибо большое. И второй мейнстрим инфраструктурного меню для регионов, это механизм инфраструктурных облигаций Дум.РФ. Программа ориентирована на поддержку комплексного развития территорий. Марина Витальевна, а какое место в портфеле проектов вы отводите в сфере ЖКХ? Спасибо большое за приглашение. Только я сразу... Три-четыре минуты. Да-да-да, даже может быть меньше. Спасибо. Вы знаете, вчера на пленарном заседании заместитель председателя правительства Хуснулин говорил, что сфера ЖКХ беспокоит его больше всего. И заместитель министра строительства Стасишин оценивал, что износ составляет уже порядка 60-70%. Но я должна признаться, что, слушая эти цифры, не пропускала их через себя персонально. И мне казалось, что сфера... Мне, финансисту, всю жизнь жившему, работавшему в Москве, в Петербурге казалось, что сфера ЖКХ это немножко не про меня. Пока мою родительскую квартиру не затопило несколькими тоннами горячей воды. И, в общем-то, когда мы до двух ночи устраняли последствия, это локальные катастрофы, и штукатурка упала мне на голову, я поняла, что сфера ЖКХ гораздо ближе, чем мне казалось. Поэтому, собственно, мне вдвойне приятно рассказывать о той роли, которая Дом РФ планирует играть в сфере финансирования, строительства и реконструкции инфраструктуры, в том числе, соответственно, инженерной. У нас на текущий момент две роли в инфраструктурном меню, так называемом, правительства. Первая роль – мы выступаем экспертами при оценке заявок на инфраструктурные и бюджетные кредиты, когда это связано с жилищным строительством. Не по всем заявкам мы не смотрим, там, промышленные и прочие, но когда есть эффект для жилья, мы смотрим все эти заявки. И вот уже пропустили через себя проекты больше, чем половины страны. И второй механизм, собственно, разработанный Минстроем совместно с нами – это механизм инфраструктурной облигации, так называемый. На самом деле, от облигаций в основном название и источник поступления средств в специальное юридическое лицо, созданное Дом РФ. Но для проектов это займы. Займы на инфраструктуру инженерную, дорожно-транспортную и социальную. Сегодня, там, интересно, прежде всего, инженерная, которые мы можем давать в том числе в концессии и ГЧП. Либо дополняя финансирующую организацию, либо в отдельных случаях замещая финансирующую организацию, поскольку далеко не все проекты нам доступны. Какие? Во-первых, те, которые не реализуются на коммерческой основе. Вот здесь на слайде показано, что есть ограничения по DSCR, так называемые, финансовой устойчивости, 1.05, 1.2. Это те показатели, которые обычно неприемлемы для коммерческих банков, как правило. Вот мы готовы финансировать такие концессии. Минимальная сумма 300 миллионов, все-таки мы говорим о масштабных проектах, и еще один подвох, можно сказать, 20% собственного участия. Учитывая, что льготная ставка в нашем механизме, а это 3-4% на горизонте 3-15 лет, она достигается благодаря субсидии и федбюджета. Крайне важна возвратность средств, и в том числе планируется достигать ее путем участия инвестора, что он настолько серьезно относится к проекту, что 20% собственных средств готов вложить. Соответственно, мы смотрим также на то, что проект влияет на ввод нового жилья. И не только мы, но и правительство, потому что все проекты одобряются такие на правительственной комиссии. Важно отметить, что механизм уже запущен. То есть первое финансирование мы получили в этом году на субсидии, первые облигации мы разместили на прошлой неделе, и таким образом обрели средства на выдачу. И вот на этом слайде показаны первые проекты, которые мы на самом деле начали структурировать уже достаточно давно, и понесем на одобрение уже достаточно скоро. Это там Сахалинская область, Магаданская область, прежде всего и в работе также Астраханская область. Везде как раз коммунальные ЖКХ-шные, можно сказать, концессии в разных сферах, это и водоснабжение, и водоотведение, и электроснабжение, и теплослабжение. Везде относительно небольшие суммы нашего участия, нашего займа, но тем не менее именно такой льготный займ дает плечо для реализации достаточно масштабных проектов жилищного строительства. И что важно, механизм направлен в том числе на то, чтобы снижать нагрузку субъектов региональных бюджетов ввиду снижения платы концидента за счет льготного процента. Хотелось бы также отметить, что на неделе ГЧП мы заключили соглашение о сотрудничестве с пятью банками, тремя крупнейшими, открытием МКБ, кроме трех крупнейших всем известных. И это только первые шаги. Мы как институт развития открыты к работе абсолютно со всеми финансирующими организациями, проговариваем сейчас это с каждым банком. И те проекты, которые были слегка небанкуемые, мы можем финансировать совместно, взвешивая коммерческое кредитование и льготный займ. Коротко все. Спасибо большое. Давайте попытаемся провести границу между программой поддержки фонда ЖКХ и Дом.РФ. Правильно ли я понимаю, что программа фонда ЖКХ ориентирована на модернизацию действующей инфраструктуры, а программа Дом.РФ на финансирование перспективной коммунальной инфраструктуры в новой жилищной застройке? Да, в целом, мне кажется, Надежда, вы правильно абсолютно провели эту границу. У нас возможна реконструкция, но опять же, когда благодаря этой реконструкции не только действующие мощности обновляются, но и вновь, допустим, строящиеся жилые площади получат коммуникации. Подключение к действующим сетям? Да. Понятно. Спасибо большое. И у нас есть еще один институт развития ВБРФ. Станислав Андреевич, расскажите, как вы включаетесь в повестку ЖКХ и какие меры поддержки предлагаете? Потому что сегодня об этом было много вопросов. У нас совсем немного времени, точнее, осталось. Коллеги, добрый день всем. Спасибо, что дослушали нас до конца. Вы знаете, я кратко тогда совсем скажу. Мы, собственно, скорее здесь являемся поставщиком качественных первоклассных проектов для городов, регионов, для фонда ЖКХ и для Дом.РФ. Потому что, собственно, кроме роли финансирующей организации в этих проектах, на исключительность которой мы ни в коем случае не претендуем, мы все-таки выполняем с профильными операторами роль партнера. То есть мы вместе с ними с нулевой стадии приходим в города. Кстати, это не только центральные города регионов, но и малые города в том числе. То есть мы приходим вместе и, собственно, здесь, понимая социальную чувствительность отрасли ЖКХ за счет нашего государственного мандата, пытаемся интересы частного оператора крупного и интересы региона, города, их планы по градопотенциалу, в общем, стараемся балансировать, чтобы с нуля проект складывался именно с учетом баланса этих интересов, отвечал интересам и города, и консессионера. Дальше, когда сложилась так называемая инвест-программа, конечно, встает вопрос о ее финансировании. И, собственно, мы стараемся изначально эти проекты структурировать так, чтобы они подходили под критерии инфраструктурных облигаций Дома РФ и под инвест-бюджет-кредит, который регион может привлечь, вложить в виде платы консидента в этот проект и вернуть в виде налоговых поступлений от консессионера. И, конечно, чтобы это соответствовало требованиям, которые предъявляет фонд ЖКХ при выдаче займов. Таким образом, максимально стараемся финансирование удлинить и удешевить, что позволяет делать проекты масштабные. То есть мы заходим, как правило, на консессии со сроком 49 лет, с первой инвест-программой с 15-летним сроком, ну и, собственно, деньги тоже, как правило, должны быть не короче. И вот, собственно, такое максимальное удешевление денег и удлинение их срок позволяет, прежде всего, реализовать масштабную инвест-программу, то есть действительно сделать качественные изменения в городе, ну, как правило, на город с населением 500 тысяч плюс, ну это от 10 миллиардов цифра, то есть это там за 5-7 лет не сделаешь, даже физически не освоишь. Ну и, собственно, опять же, длина и стоимость денег позволяют сбавить нагрузку на бюджет и на тариф, насколько это возможно. Соответственно, что еще хотел сказать? Можно я, да, вопрос вот про меру поддержки. Так как вы являетесь институтом развития, вы можете принимать, ну мы предполагаем, что вы можете принимать гораздо больше системных рисков на отрасль, чем это делают традиционные финансовые институты, и давать гарантийные механизмы в эти проекты, чтобы эти проекты могли быть профинансированы традиционными финансовыми инструментами. Я говорю о банковских гарантиях, как за консессионера, за потенциального заемщика, либо, возможно, в формате банковской гарантии по финансовым обязательствам публичной страны, которые она несет в таких соглашениях, если есть такие обязательства. Давайте начнем тогда с конца вашего вопроса, то есть гарантии за исполнение обязательств публичной стороной, они пока вне нашей повестки. Именно поэтому мы, собственно, и выступаем за проекты государственно-частного партнерства, и в совместных предприятиях или в партнерствах с большими, достаточно крупными профильными игроками у нас есть возможность больше брать риск на проект. Потому что все-таки ЖКХ – это история тарифная, там можно посмотреть не только на обязательства публичной стороны, но и, собственно, на платежеспособность населения и на способность оператора выполнить свои обязательства. На поток проекта. Тогда к ситуации риска на регион гораздо меньше вероятности подойти. За консессионера, да, мы готовы выдавать гарантии, и в целом брать в части финансирования наиболее рисковую часть проекта, где-то младший долг, если это нужно. То есть вот эта часть у нас либо уже реализована, либо еще в работе. А какие критерии этих продуктов? То есть какой чек должен быть у проекта? Чек всего проекта у ВЭБа в мандате от миллиарда. Соответственно, если мы говорим о городах, как я уже сказал, если это 15-летний проект, 49-летний концессия, этот критерий, как правило, выполняется даже в сравнительно небольшом городе. Понятно. Большое спасибо. И мы переходим к Сбербанку, пионеру на рынке концессии, который работает на территориях и в отрасли, независимо от наличия или отсутствия инструментов господдержки. Анна, давай расскажем, где мы находимся, куда мы двигаемся, и как мы планируем в таких условиях острой конкуренции далее развиваться. Да, коллеги, еще раз всем добрый день. Тяжело после аплодисментов финальных выступать. Я постараюсь вас не сильно задержать, чтобы не мучить вас запахом еды. Поэтому, если коротко, действительно мы были пионерами. Вот четвертый год работаем, и приятно, несмотря на ковидное время, рассказывать об успехах. Мы с удивлением за ковидный год успели увидеть, что в ЖКХ как раз все очень неплохо. в прошлом году действительно сильно нервничали вместе с нашими рисковиками, боясь, что рынок провалится, и мы увидим вал неплатежей в этой сфере. Но, в принципе, потом поняли, что это логично, что люди в первую очередь платят как раз за ЖКХ, боясь оказаться на удаленной работе, без тепла, воды, просто как бы в холодной, пустой квартире, условно говоря. Поэтому, как раз ковидное время протестировало наши модели, хорошо протестировало рынок, и мы пришли к тому, что все это работает. Я понимаю, что во многое благодаря нашей практике системного прихода на рынок ЖКХ как крупного кредитора, государство поняло, что вроде как бы это все работает, и кредитные деньги системные возвращаются, и приняло решение давать уже не субсидии, а кредитные возвратные деньги, пусть и под льготную ставку, в сферу ЖКХ. В этом плане мы практику свою активно транслируем в органы исповедной власти. Если, например, в социальной сфере, где нашу практику перенимают и кладут уже в основу государственных программ, чтобы таким образом правила игры установить для субъектов, для частных игроков, как раз с целью привлечения федерального софинансирования, то сфера ЖКХ вошла дальше. Мы увидели, что здесь все-таки мы уже говорим больше не о субсидиях, и можно привлекать уже в больших объемах длинные деньги под льготный процент. Теперь осталось дело за малым, правила игры правильно установить, и пойти не в конкуренцию с коммерческими банками, а пойти в некую коллаборацию. И в этом плане мы активно работаем с коллегами и как из других банков, так и с корпорацией развития нашей основной, так и с коллегами из фонда ЖКХ, из Дома МРФ, зарождая вот эти правила игры, чтобы мы смогли совместно на этом рынке эффективные проекты реализовывать. Что важно отметить? Мы видели в разных отраслях, когда конкуренция привела к потере качества, потому что при конкуренции в любом случае все вынуждены допинговать, не только стоимости, а по условиям. И это сильно влияет на проекты и зачастую приводит к трагическим последствиям. Здесь все собравшиеся, ну и все рыночные игроки понимают, что необходимо как раз найти баланс интересов и баланс участия. Вот в этом балансе участия, думаю, мы проведем следующий год в поиске, в тестировании, в участии совместно в первых проектах, где попробуем деньги государственные совместно с коммерческими деньгами вложить удачно в первые проекты. Я вот, так сказать, предвосхищаю тематику в следующей сети в следующем году. Да, в общем, наша ключевая сила а в коллаборации, б в распределенной филиальной сети. И я бы назвала это такое преимущество time to money. У нас нет ни в межправительственных комиссии, сложных, несложных соглашений, малые и средние консессионеры, равно как и крупные, в любом нашем отделении могут получить исчерпывающую консультацию и быстро дойти до заключения кредитного соглашения. Да, совершенно верно. И в этом плане мы отчасти выполняем функцию, и, конечно, может быть, немножко позвучит сильно и корпорации развития, и где-то отчасти даже государственных органов, потому что и практику это собираемое. Обучение активно проводим, бесплатное, и собираем для себя и для субъектов эти списки благонадежных инвесторов, как бы это странно ни казалось. Понятно, что есть банковская тайна, и коммерческая тайна. Мы, безусловно, ее не раскрываем, и здесь все правила игры соблюдаем, ну, рыночная, для того, чтобы эту практику правильно развивать. Ну, собственно, вот идем уже в рынок для того, чтобы и государственным органам, и органам развития, и фондам помочь правильно вложить эти деньги. Большое спасибо. И у нас есть еще два выступления, касающиеся инноваций. Без инноваций никуда. И я представляю корпорацию развития Дальнего Востока. Максим Михайлович, какие новые идеи есть на рынке? Так, микрофон давайте. Только буквально две минуты, хорошо? Я попрошу презентацию поставить. Да, 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 если бы, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю корпорацию развития Дальнего Востока. И расскажу немного о нашей головной боли, связанной с объектами распределенной генерации. Как показано на этой картинке, территория нашего внимания – это Арктика, Дальний Восток. И именно здесь находится большое количество объектов распределенной генерации, соответственно, вырабатывающих электроэнергию на основе дизеля, угля и мазута. Они обеспечивают энергоснабжение разных групп потребителей, но самый многочисленный и самый наибольший, представляющий интерес для ГЧП, являются малонаселенные пункты, где осуществляется государственное регулирование тарифов. Соответственно, со стороны государства было бы целесообразно определить условия для развития этой отрасли и привлечения частных инвестиций. Мы проанализировали систему государственного управления в этой сфере и увидели, что эти объекты системно на государственном уровне и наблюдаются, ни на федеральном уровне, ни на уровне субъекта, ни на муниципальном уровне. И поэтому было бы целесообразно разработать механизмы привлечения инвестиций в эту отрасль. Соответственно, мы с профессиональным сообществом подготовили документ под названием «Концепция привлечения инвестиций в распределенную генерацию», который состоит из пяти пунктов. В первую очередь, создание системы управления, второе – это рациональный механизм привлечения инвестиций, а далее – это использование механизма государственной поддержки на базе фонда содействия реформирования ЖКХ. Соответственно, эта концепция получила широкую поддержку в энергетическом сообществе, и мне бы хотелось пригласить компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства к активному взаимодействию и реализации проектов на территории Дальнего Востока. Спасибо. Спасибо большое. И в развитии этой темы я прошу передать микрофон Алексею Алексеевичу. Я очень-очень коротко. Нет, презентации не будет. С 2014 года реализуем проекты в сфере теплоснабжения как раз распределенной генерации. Просьба рынка, умоление, при учете всех программ, слово «тепло» добавить маленькая фраза – распределенная генерация розничного рынка. Это позволит закрыть все те проблемы, которые мы на сегодняшний день имеем по кредиторской задолженности перед ресурсниками. Позволить нам в Капексе консессионных соглашений прописывать объекты малой распределенной генерации для того, чтобы эти проекты могли банковаться. Потому что профит на котельной на сегодняшний день 15-16% максимум, из которых население забирает в виде дебиторской задолженности 12%. А когда мы говорим о распределенной малой генерации розничного рынка, профит становится 30%. Но Капекс в этом варианте вырастает в 10 раз. То есть если Капекс котельной на сегодняшний день 5-9 миллионов рублей в зависимости от того, где она находится, то генерация – это от 40 до 70 миллионов рублей. Сама система энергорынка уже при модернизации позволяет нам сбрасывать эти излишки. Потому что все крупные котельные, которые были построены в советское время, они подключены к энергосистеме, имеют разрешенную мощность 2, 3, 5 мегаватт. А в реалии на сегодняшний день современное оборудование, современные насосы, все это снижает это потребление. Энергосистема уже рассчитана на то, чтобы отдавать ее в рамках розничной электроэнергии. И огромная просьба, ну вот федеральная антимонопольная служба прям ждала, ждала, ждала этого вопроса и сбежала, но вопрос следующий, что конституционный 115 закон, он не четко разделяет на сегодняшний день, он и не запрещает нам применять технологии когенерации, но и в то же время немножечко нас душит. Поэтому огромная просьба. Да, обратите на это внимание. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Это действительно правильное направление, оно позволяет значительно сократить расходы теплоснабжающих организаций, улучшить их экономику. На этом я благодарю всех за участие. Подводя итоги, мы берем на себя обязательство консолидировать все предложения, которые сегодня прозвучали от рынка, и встретиться ровно через год, и рассказать друг другу, чего мы смогли достичь. ЖКХ входит в эпоху Возрождения, давайте поможем ей в этом. Спасибо. 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 , 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 спасибо.